Трудно найти человека, который хоть раз не слышал слова «байрактар». БПЛА являются одним из нескольких важных направлений турецкой промышленности. Штурмовой беспилотник мы наблюдаем в работе в частности, потому что он имеет защищенный канал связи, который противнику сложно подавить. Причем отличились байрактары в работе по современным российским комплексам ПВО и РЭБ, которые должны были нарушить работу беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы, а потом уничтожить комплексами ПВО. В результате вся эта техника была разнесена в хлам как раз тем, против чего и должна показать себя с лучшей стороны. И вот появилось сообщение о том, что турецкая военная техника успешно поставляется на экспорт, в частности, турецкие СМИ пишут о том, что ее закупили Пакистан, Индонезия и Украина. В данном случае говорится об уже поставленных комплексах ADVENT – сетевая интеграционная система управления боевыми данными. Изначально система разрабатывалась по заказу ВМФ Турции, но постепенно интегрируя в нее различные опции, турецкие инженеры добились универсальности системы, и она может работать для управления морскими, воздушными и наземными компонентами вооруженных сил. Сообщается о том, что система обеспечивает доступ к тактическим каналам передачи данных и полностью совместима с боевыми информационными системами, которые стоят на вооружении армий стран НАТО. Судя по тому, как предоставлена информация, комплекс уже разворачивается в ВСУ, и теперь мы можем вести обмен тактической информацией с нашими партнерами по НАТО, со всеми вытекающими последствиями. В частности, открыт доступ для совместного управления и применения самого широкого спектра систем вооружений Альянса. Не будем погружаться в дебри, а просто отметим, что наши военные уже могут эффективно работать в информационно-управленческой среде боевых систем НАТО, а партнеры также имеют обратный доступ к нашим системам. Одним из самых больных мест ВСУ 2014-2015 годов как раз и была связь. Приходилось обмениваться данными на диалектах украинского языка, чтобы противник не мог оперативно сориентироваться, а чё это они сказали. Но защита каналов связи была минимальной, потому что в ВСУ на вооружении стояла еще советская, даже для РФ давно устаревшая техника связи, и они легко раскрывали каналы. В худшем случае просто укладывали связь, а связь – это нервы любой армии. Теперь ВСУ ушли от советских стандартов связи и основанных на них методов управления боевой ситуацией. Эта новость дает дополнительный заряд оптимизма того, что и как мы можем противопоставить агрессору. Это даже не джавелины, а кое-что более важное. Все будет как надо. Мы победим! Субтитры создавал DimaTorzok